Здравствуйте, уважаемые члены ЖИИ и участники конкурса. Я, Тринникова Жанна Геннадина, работаю учительом физической культуры уже более 25 лет. Я абсолютно уверена, что успешному физическому развитию способствует такая система физического воспитания, в основном в которой входят различные формы работы. Это уроки, обнеурочная деятельность, физкультурная, здоровительная деятельность, спортивно-массовые мероприятия, самостоятельные занятия учащихся. Одной из основных форм работы учителя является урочная деятельность. Считаю, необходимо устроить свои уроки так, чтобы ребенок, во-первых, получил знания в области физической культуры, которую потом мог бы не идти на практике, как на самостоятельных занятиях, так и на уроках. В реализации данной задачи способствует системно-деятельностный подход, суть которого заключается в том, что знания не даются готовому ученику, а ученик сам приобретает их в ходе своей учебной и исследовательской деятельности. Все это учит детей самостоятельно думать, рассуждать, делать выводы, обобщать свои знания. За последние три года отмечается положительная динамика результата в освоении учебной программы, что отражено на диаграммах. Наиболее эффективными приемами работы по повышению уровня математики были следующие виды деятельности. Это увеличение от уроков в количество уроков образовательно-познавательной направленности, использование личностно-ориентированного подхода. На основе разнообразных заданий, с учетом нагрузок пола ребенка, возраста, физической подготовленности и т.д. Оценивание ученика не по нормам физической подготовленности, а с учетом их личностного роста. Использование на уроках, на контрольных уроках, уроках презентации, информационно-коммуникационных технологий. Для достижения высоких результатов в своей работе используешь следующие педагогические технологии. Это личностно-ориентированная технология, которая направлена на формирование физической культуры личности и повышение уровня физической подготовленности на этих учеников. Так, 54 учащихся имеют высокий уровень физической подготовленности, 193 средний уровень физической подготовленности и 17 учащихся низкий уровень физической подготовленности. Узнавательно-развивающая технология, которая направлена на формирование основных способностей человека. Использование этой технологии помогает не добиваться высокого качества усвоения знаний учащихся. Здоровительно-адаптивная технология. Эту технологию я применяю при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, из общего количества числа учеников 26 человек, это 10,2%, имеют специальную медицинскую группу здоровья. А два человека, это дети с ограниченными возможностями, дети-инвалиды. Поэтому возникла необходимость в создании адаптивной физической культуры. Для таких детей, с учетом заболеваний, сработаны специальные комплексы упражнений, буклеты и рекомендации для родителей, которые выложены на сайте гимназии. Использовать социально-ориентированную технологию, целью которой определяется из потребностей общества, Эту технологию я применяю для подготовки детей к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И начиная с 2015-2016 учебного года, по прошлый год, заметна динамика роста количества учащихся, получивших уже золотой знак отличия. Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет мне повысить эффективность и качество обучения моих учеников. Помимо уроков физической культуры, решить по проблемам гиподинамии помогает внеурочная деятельность. Опираясь на спортивные традиции и опыт работы, мной разработана программа по внеурочной деятельности по спортивно-раздоровительному направлению «Майлые олимпийские игры». Эта программа стала лауреатом муниципального фестиваля программы внеурочной деятельности по общей директуральному направлению в 2015 году. Помимо этого, программа реализуется и в других образовательных организациях нашего города. Одним из принципов современной концепции физической культуры и спорта это поиск спортивно одаренных детей. Разработанная система работы, включая в себя широкий круг мероприятий. Участие учащихся в очной Всероссийской олимпиаде школьников по предмету физической культуры имеет высокий результат. Внеурочная спортивная массовая работа в школе не полноценно, если не сопровождается система спортивных соревнований. Наиболее высокий результат у нас, наша команда гимназии заняла первое место на Всероссийской соревнованиях президентские спортивные игры в Орленке. Первое место по соревнованиям по настольному теннису, второе место в соревнованиях по волейболу. Также мы имеем призовые и победные места на региональном уровне и в муниципальных соревнованиях по баскетболу, волейболу. Традиционные лёгкоатлетические статейки, посвященные Дню Победы на Близгазету «Будневские рабочие». Помимо этого, в ряду со спортивно-массовыми мероприятиями у нас широко в гимназии, в Келькурсе, в культурные и оздоровительные мероприятия, праздники, различные праздники. Личность педагога всегда приодевает высокие требования, считая необходимым, что каждому учителю работать нужно в режиме исследования, в режиме самообразования. За последние три года прошло шесть курсов повышения квалификации по различным тематикам. Участвую в профессиональных конкурсах, которые рассматриваю как возможность получить оценку своей педагогической деятельности. Так, на муниципальном фестивале программы и урочные достижения представлены на слайде. Исходя из всего этого, участвую в различных учащихся площадках на научно-политических конференциях, тренингах. В результате чего мы разработаны следующие металлические разработки, которые используются педагогами других образовательных организаций. Вхожу в состав предметно-металлической комиссии муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, соревнований, президентские спортивные игры, президентские состязания, а также состав студийской бригады скультурно-спортивного комплекса ГТО. За заслуги в сфере образования награждена на трудным знаком с отчетным работник сферы образования Российской Федерации. За большой вклад в систему обучения, воспитания и значительные успехи в организации урочных и неурочных деятельностей. Граждена камерами и благодаря распределения письмами высшестоящих органов образования федерального, регионального и не муниципального уровня. Извините, пожалуйста, что не вложилось. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Можно вопрос? Программу внеурочной деятельности назвали, правильно? Да, да. Она заняла призовой или победа в номинации общей интеллектуальной, то есть она не подвижная, не игровая, а подвижная. Хотя, понимаете, она создана так, что дети включаются в проектно-исследовательскую работу, совмещаясь с двигательной деятельностью. Мы разрабатываем по окончании учебного года мини-олимпиаду свою, ее программу, разрабатываем те задания, которые ребенок должен подготовиться в течение года, и потом уже ребенок показывает свои достижения при участии в этой олимпиаде. Она не только идет физкультурно-оздоровительная, но и...